Несколько слов по планам усиления ОБСЕ в порядке содействия реализации Минских соглашений. Работа над комплексным механизмом такого подключения продолжается в Вене в усиленном режиме. В этой связи хотел бы сказать следующее. В соответствии с принятым 12 февраля документом комплекс мер по выполнению Минских соглашений, пунктом 3 этого документа на ОБСЕ возлагается крайне ответственная задача, цитирую, «обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с первого дня отвода с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, беспилотные летательные аппараты, радиолокационные системы и прочее». Конец цитаты. Кроме того, пункт 10 договоренности предусматривает, что под наблюдением ОБСЕ должен быть осуществлен, цитирую, «вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины». Конец цитаты. «По пункту 12 договоренностей выборы в Донецкой и Луганской областях будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека этой организации». Конец цитаты. В ОБСЕ уже начата работа по определению модальностей и конкретных шагов по перечисленным направлениям. В первую очередь в плане наблюдения за прекращением огня и отводом вооружения. Эти задачи должна решать работающая на Украине с марта прошлого года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Со своей стороны мы готовы активно содействовать ее работе, поддерживая ее и в финансовом, материально-техническом и кадровом плане.